Оль, вот скажи, как родители мотивировали тебя к хорошей учёбе? Ой, честно сказать, моей слабостью были шоколадные яйца. За пятёрки я всегда получала киндер-сюрприз. Илья, и тогда тебе встречный вопрос. Ты так плохо учился, потому что тебе никогда не давали шоколадных яиц? Оль, в моём детстве не было шоколадных яиц. В моём детстве был гудрон. Ну и кофейная жвачка по праздникам. Ну, знаешь, тоже неплохая мотивация. Ну, поэтому я здесь с тобой, вот ты вроде хорошо училась. Заговорили-то мы неспроста о шоколадных яйцах. Оль, тебя ждёт специальный сюрприз. У нас сегодня в гостях Полина, которая именно собирает игрушки от киндер-сюрприза. Доброе утро, Полина. Здравствуйте. Доброе утро. С чего же началась коллекция? С первых яиц лет в десять. Тоже, наверное, по праздникам они просто купили яйца. Вот с этого всё началось. Понравилось, затянулось. То есть, Полина, с десяти лет по настоящее время вы... Нет, был перерыв, когда вроде бы успокоилась. И потом вдруг что-то подумала, посмотрела, появились новые игрушки из советских мультиков. Прямо понравилось лет так пять назад. И вот это затянуло уже последние лет, наверное. Полина, а помните ли вы свою первую игрушку? Да, это был лев, по-моему, вот этот вот. А можно посмотреть его поближе? Это прям раритетный лев. Да, да, да. Итак, друзья, если вы видите этого льва, не берите его в руки, иначе так же начнете собирать эту замечательную коллекцию. Хотя, по-моему, великолепное увлечение. Да, Полина, мне интересно, вы считали вообще, сколько киндер-сюрпризов вы съели, пока собирали этого количества игрушек? Наверное, я давно уже сбилась со счета, потому что у меня дома пять-шесть полок, их по два-три ряда, там, больше тысячи игрушек, я думаю, я уже... Больше тысячи игрушек? Да, я сбилась уже со счета. Полина, а вот когда, может быть, дети приходят в гости, не хотят ли они утащить часть вашей коллекции с собой? Хотят, поэтому все полки висят вверху. А мне интересно, вот, собирание игрушек из киндер-сюрпризов, может быть, есть какие-то сообщества, люди по интересам, вот. Да, есть ли еще киндер-маны, назовем их так? Да, конечно, когда я вот второй раз уже приступила к этому занятию, заглянула в соцсети, оказалось, что огромное количество людей не только по России, а по миру этим увлекается. Сейчас я меняюсь из Германии, из Италии и вообще в разных странах. Полина, а может быть, знаете, какая самая большая коллекция существует вот как раз этих игрушек? Статистику не проводили, наверное. То есть нет такого самого главного сыгрателя? Я не думаю, что кто-то подсчитывал, да, это количество. А сколько игрушек в вашей коллекции? Больше тысячи. Больше тысячи. Я уже не считала. Как-то мне не приходилось. Наверное, очень обидно, Полина, когда вот вы съедаете яйцо за яйцом, а там попадаются одинаковые игрушки. Что вы делаете с ними? Меняюсь. С разными городами. У нас в городе есть, ну, небольшое, конечно, количество людей, в отличие от Москвы и Петербурга, но все равно меняюсь. Полина, а скажите честно, вот когда в магазин приходит новая партия игрушек, да, вы целым блоком покупаете вот этот набор? Или все-таки по одному как бы? Ну, там не по одному, там есть целая техника. Все, что гремит, это остается на полках. Вот, я, кстати, хотела спросить, что вот вес... Расскажите вам подробнее, я думаю, сейчас многие заинтересовались. Итак, как выбрать правильную игрушку в киндере? Чтобы это была не какая-нибудь такая пластмасса, которую нужно собирать. Да, не должно это греметь. Да, или пазл. Как она должна? Она должна быть более увесистая такая, повесень легкой. То есть яйцо потяжелее должно быть? Да, яйцо потяжелее, не должно греметь внутри ничего. В среднем, наверное, так. Друзья, все, вы теперь знаем секрет киндер-сюрприза. Я думаю, мы сегодня отправимся в магазин и потрясем все яйца, как говорится. Перетрясем все яйца, как говорится. Да, самые лучшие игрушки. Полина, спасибо большое за интересный рассказ и от нашего генерального спонсора «Чай Дольчевита» вам в подарок. Спасибо. Пускай ваша коллекция растет. Спасибо. Спасибо.